ну вот мы удалили несколько тыром на волосистой части головы теперь можно посмотреть что у них внутри здесь вот имеется лоскут кожи которому ты рома была прикреплена протоком вот здесь вот поэтому лоскут обязательно удаляется том числе избыток кожи и одна ты рома у нас была воспаленная в ней уже сформирована перфорация через которую выходил гной капсула ее утолщена что свидетельствует о воспалении ну вот в этой атероме как раз содержимого нет потому что она уже опорожнилась через нагноение и у нас есть только капсула остальных должны быть атероматозные массы ну вот начинаем скрывать первое образование вот вот что-то у нас оттуда потекло но это такая типичная жидкость которая бывает в атеромах и вот такие творожистые фрагменты это и есть атероматозные массы вот сейчас мы видим их достаточно большом количестве вот они ну тут тоже имеется капсула ну и по всей видимости аналогичные вещи мы получим из других образований вот тут они более серые это опять же ни о чем не говорит вот какие они здесь вот здесь тоже серые вот соответственно если их убрать останется просто капсула как мешок капсула убирать обязательно потому что если сделать предположим на коже разрез вот ну я так вот если сделать просто небольшой разрез проекции атеромы на коже скользкая вот и атерому опорожнить например надавив как следует так иногда делают вот из нее все выходит вот вроде как она уменьшается в размерах становится почти незаметной сейчас остатки из нее додаем вот и потом наложить швы то тром обязательно рецидивирует потому что останется капсула поэтому удаление капсула обязательно ну вот самая маленькая атеромка ну то же самое сейчас видим из нее получим да вот тоже такие же замазка подобные массы ну собственно вот это и есть атеромы на волосистой части головы удаленные спасибо за внимание